Одновременно существует целый ряд проблем в части взаимодействия населения, предпринимателей и власти. Одна из проблем на самом деле то, что эти так называемые условно-временные объекты, которые появились в 90-е годы, когда была сложная экономическая ситуация в стране, был кризис, и когда, помните, блошиные рынки были, лотки были, торговали где, как могли. И тогда за счет, скажем, такого малого бизнеса, особенно мелкой розницы, экономическая часть обслуживания населения на самом деле дала действованную такую помощь. Постепенно эти лотки перешли в киоски, киоски в павильоны, где-то эти павильоны уже превратились в огромные магазины, но так и остались временными объектами мелкой розницы. Важно для предпринимателя прозрачность механизма обременения. Мы предложили форму этого расчета, назвали его моделью, где понимали, что в случае серьезной реконструкции с объекта площадью 50 квадратных метров до площади 1300 квадратных метров на центральных магистралях города за счет удешевления стоимости строительства и отличия ее от рыночной стоимости в данном месте предприниматель получал эффект, вполне выражаемый в деньгах, и это большие деньги.